Задави меня хоть танком, все равно умру я панком. К нему ходят товарищи, вам не послышалось хуй, а не хуй. Это приветствие панков нулевых. Итак, все мы ждали, все мы окончали от ожидания обновы. И вот, вышел трейлер. В нем много всего показано и рассказано. И мы будем разбирать скриншоты, которые нам показали, что там будет в этом обновлении. Не буду вас задерживать, будем разбирать все скриншоты. Очереди детально. Спидрант по мутер-де-пот. Погнали, мои лисички. Всем приятного аппетита, чем вы ешь. Первый скриншот. На нем мы видим снова новый интерфейс. Новые кнопочки, смены погоды, скинов, одиночного и много пользующего режима. И наконец-то добавили интерфейс в обе настройки и захоронения. Победа. Поскольку разработ 1, это очень достойно. Интерфейс радует глазам. Второй скрин. На нем мы видим две вещи. То, что в первом кружке и в втором кружке. А в обус, бас и грузовик КАМАЗ добавят в трафик. Это очень круто. Так. Не хватало машин в трафике. Их было очень мало. Тетя не кажется на главных дорогах увидеть. Тетя кружок. Планировку парка и колеса обозрения снесут нахуй. Так как мост ЖД сказал, что он тут ботен. И полностью перестроил как парк, так и вокал. Можно так сказать. Но на этом он не сомневался. К тому же, этот ЖД путь настолько охуел, что вылетел за бомб и границу карты. И поехал куда-то в ближайшие города. Интересно. А дадут ли нам по нему кататься? Или невидимая сена скажет? Почему ты меня? На прицепах по гору вын. Разновидность грузов. Мол. Вот тебе панели. Вези сена, вези доски. На ту выбор. Так как раньше груз был один. Найден приза. Все отлично. Не помню я этого выхода, но походу будет вход на завод ваттарах. И будет смысл в одной работе. Кстати, это старый красный, не тот, который был на шоссе по Порсадо Пресс. А вот и сам поезд. Товарный. Показали работу шлагбауму. Меня удивило проработанность и детальность к такому. А еще обновили текстуру грузов. Сто процентов это не все изменения на текстуру. В дальнейшем, когда выйдет одно время рождения игры, мы увидим много чего. Изменения и так далее. Да. Вы все это видели. Да, я решил показать еще раз. Зерновур. Походу будет нормальная анимация при посадке и высадке людей из автобуса. А не просто черный экран. Когда подъезжаешь к автобусному месту, у тебя черный экран. Как в жидом. Новая заправка. Прямо вокзала. Бизнес в Ерпове. Только зачем тогда две заправки будет? Будет разность с целью. Мол, допустим, у синей заправки там 50 за литр. А у красной там 60. У меня две заправки в Ерпове. Синяя, красная, походу. Не упоминайте, господа Суин. Те, кто сказал сейчас, господи, физика подвески будто до болт. Она была и раньше. Но по умолчанию, конечно, понравилась подвеска в Трилле. Так как меня она очень удивила. И тоже она мне понравилась. На этом скрине тоже две интересные штуки. Это капли дожди. Они не такие большие, как раньше. В гости будет получше видно. А еще остановка. Она другая. По ходу будут изменены множество остановок. И не только. И тут снова две забавные добавленных вещей. Скины. Их много. Очень. Любой вкус и цвет. Там женщина. Что-то можно угодно. А можно быть Валерой из забора. А можно быть Вася бедный. Или какой-нибудь члюшкой Наташей с третьего подъезда. А еще я заметил. Это вип-скины. Интересно, что же там будет? У нас теперь будет много скинов, а также два раздела. Ого. Кто-то входит в Real Life игру. Пожалуйста. Кушаться и поспать в игру добавили. Ждем, когда можно будет просраться. А вот, кстати, на скрине можно встать на кружок. И там будет выбор скинов, по ходу. Хотя, может там будет иконка для покушаться. Потому что на скрине, там где меняют скины, там другая корота. Кто это у нас у слепой? И не знал, зачем эта иконка. Туда спрятана барахлом, чтобы было место для нас. Напоминаю. Пару игр. В 2015 году. Такая же иконка есть в других играх. И наконец-то добавили сюда. А еще плакаты. Знаете, добавили ко мне. Граффити. Это вроде граффити-банда 90-х, если не ошибались. А говорят, что нет, что нет окна звера. И последнее. Сразу кинево-видение по чату и никам. Это анимация общения. Теперь ваш персонаж будет лажать руками, как при конвульсиях. Игнея будет идти за человеком, а не машиной. И сообщения будут видны игрокам рядом над вашим идеем. Последний спрятан по мотор-депоту. Это то, что снова выйдет день рождения мотор-депоту. Разработчик об этом сообщил на премьере в YouTube-канале. Ну вот, подошел конец нашему спрятану по мотор-депоту. Спасибо за просмотр видео. Всем до новых встреч. Я не прощаюсь. Мы увидимся еще. Мои любимые лисички. Пока. Продолжение следует.